МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Ими гордятся и вручают заслуженные награды. Глава города Елена Лапушкина поздравила победителей конкурса «Лидер образования-2022». Летом для уборки улиц задействуют 36 пылесосов, 72 поливомоечных машин и другую коммунальную технику. Традиционный смотр прошел на площади Куйбышева. Праздник тех, кто неравнодушен к своему дому и городу, в Самаре отмечают День местного самоуправления. Самые лучшие, талантливые и успешные в Самаре подвели итоги конкурса «Лидер образования-2022». В церемонии награждения победителей и лауреатов, которая прошла в 68-й Самарской школе, приняли участие глава города Елена Лапушкина, председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев и представители профильных департаментов. Кто удостоился почетного звания «Учитель года», узнала Ольга Павлова. Их любят, уважают, ими гордятся и вручают заслуженные награды. Итоги конкурса «Лидер образования-2022» подводят на сцене актового зала в недавно отстроенной современной 68-й Самарской школе. Первую награду в номинации «Учитель года» из рук главы Самары Елены Лапушкиной забирает педагог школы, в которой и проходит торжественная церемония, учитель математики Светлана Донцова. Ежегодно ее ученики участвуют в предметных олимпиадах, становятся призерами научно-практических конференций и победителями бежрегиональных дистанционных проектов. Вы приняли меня, поверили в меня и дали возможность реализоваться. Спасибо огромной участию в конкурсе. Конечно, это огромный заряд энергии, это огромная ответственность, но в то же время очень много позитивных моментов. Спасибо большое. По номинации «Воспитатель года» награду вручили педагогу 24-й Самарской школы Юлии Уворовской. Ее воспитанницы завоевали победу в патриотическом проекте, посвященном Году памяти и славы. А лучшим педагогом дополнительного образования стала Анна Киселева, сотрудница Центра внешкольной работы «Парус». Ее педагогическая деятельность направлена на знакомство ребят с родным краем и формирование позитивного взгляда на историю региона и города. Хотела бы выразить благодарность за ту огромную поддержку, которую я чувствовала на протяжении всего своего небольшого пути, педагогического от своих коллег, от всех, кто меня окружает на этом пути. Спасибо вам большое. Участниками городского конкурса «Лидеры образования-2022» стали воспитатели детских садов, преподаватели школ, учителя-логопеды, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре, педагоги-психологи и специалисты дошкольных образовательных учреждений. Победителей и лауреатов со сцены актового зала 68-й Самарской школы поздравила глава города Елена Лапушкина, поблагодарив педагогов за нелегкий труд и правильное воспитание подрастающего поколения. У каждого из вас есть десятки примеров того, как наши с вами дети выбирают жизнь, связанную с физикой, математикой, историей, литературой, только потому, что у них был такой учитель, человек, который их влюбил в эти знания, человек, который их вовремя почувствовал и направил. Конечно, очень важно, как и о чем вы говорите с вашими воспитанниками на ваших уроках, в неклассных часах. Ведь каждый учитель, он не только призван передавать знания, но он призван и воспитывать достойного гражданина великой страны. Для собравшихся со сцены актового зала 68-й школы выступили творческие, вокальные и музыкальные коллективы. Победителям вручили дипломы и ценные подарки. Ольга Павлов, Василий Кладошов, События. С 1 мая городские службы переходят на летний режим работы. Для уборки города в этот период сейчас готовится спецтехника, 136 образцов которой выставили на площади Куйбышева, где прошел смотр, который провел первый заместитель главы города Владимир Василенко. Руководители муниципальных предприятий рассказали о готовности к уборке в летний период. На месте событий побывал и наш корреспондент Михаил Ермоленко. Городские службы готовы к переходу на летний режим работы. Для уборки улицы и для других сезонных задач в этот период планируют использовать порядка 650 единиц спецтехники. Ее готовность оценил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Смотр прошел на площади Куйбышева, где представили 136 машин, самых необходимых и современных. В мае будет много праздничных дней, поэтому основные задачи, которые поставили профильным предприятием губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина, закончить уборку после зимы и поддержать чистоту. Главное наше нацеленное сегодня, это, естественно, город подготовить как к первомайским праздникам, как к 9 мая. Ну и, конечно, это студенческая весна во всей красоте и так, как мы можем провести студию весну, так, как мы провели чемпионат мира 2018. Самосвалы, тракторы, малогабаритная техника. Большинство этих и других машин задействовали еще зимой во время уборки города. К летнему сезону специалисты переоборудовали часть техники. Отмечают, что такая многофункциональность – большой плюс и подспорье. Например, в январе в распоряжении муниципального предприятия благоустройства поступили новые машины МК-2000. Техника отечественного производства работает сразу на двух видах топлива – на пропане и бензине. Машины предназначены как для летней, так и для зимней уборок. У нее очень широкий функционал, то есть она в зимнем содержании работает, также на тротуарах. У нее и роторы есть, есть отвал, щетка подметать зимой, посыпать тротуары. Также на них имеется дополнительное оборудование поливомоечное ставится, то есть снимаются щетки, снимается бункер, ставится емкость под воду и рейка. То есть она может и мыть, и пылесосить в летнем содержании. Закупили пять таких машин. Помимо имеющейся спецтехники, к 15 мая в Самару прибудут 11 новых машин. Их закупили на средства городского бюджета по лизингу. Эту технику задействуют сначала при летнем содержании, а затем будут использовать всесезонно. Вместе с тем пополнение тех парков остается актуальной задачей. В частности, сейчас рассматривают возможность приобретения городом для всех МБУ администрации внутригородских районов по 9-10 спецмашин для эффективной очистки дворов и квартальных территорий. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События. В Самару наконец пришло весеннее тепло. Генеральная уборка города в самом разгаре. Теперь, когда газоны подсохли, стало возможным проводить большее число работ. Ежедневно они проходят по всему городу. Это не только наведение чистоты, но и ремонт и покраска лавочек, озеленение. Месячник по благоустройству продлится до конца апреля. У территории рядом с домом номер 32 по улице Осипенко пока нет названия. Но зеленый уголок очень дорог для жителей Октябрьского района. Здесь часто занимаются физкультурой молодые спортсмены, прогуливаются дети и взрослые. Неподалеку ЗАГС и в сквер приходят молодожены, чтобы сфотографироваться. Территория участвует в голосовании по благоустройству в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Мы будем очень рады, если наш сквер попадет в программу комфортная городская среда. Для того, чтобы можно было его благоустроить, сделать еще более комфортным, удобным. Здесь будут применяться новые технологии реконструкции. Я думаю, что нас поддержат не только жители Октябрьского района, но и всего города. Сотрудники администрации Октябрьского района, депутаты и волонтеры вышли на уборку сквера после зимы. Подняли и собрали мусор. Прошлогоднюю траву, опавшие сухие ветки деревьев упаковали все это в мешки, а коммунальные службы вывезли их на свалку. Сквер после такого трудового десанта стал чистым. Сквер вот уже сейчас принимает достаточно хороший вид после уборки на радость всем, в том числе и жителям близлежащих домов. Работа она все равно сплочает, как бы там ни было. Пусть на такой короткий промежуток времени все-таки мы находим возможность, невзирая на занятость, приезжаем и убираем, приводим в порядок территории. Как отметили участники Средника, им не в тягость навести порядок в районе, в котором живут, а чтобы проект благоустройства воплотился в жизнь, нужно проголосовать за это общественное пространство. Сделать это можно будет до 30 мая 2022 года. Пройдет оно одновременно по всей стране в онлайн-режиме. Чтобы проголосовать на федеральной платформе 63.городсреда.ру, нужно пройти авторизацию через госуслуги или зарегистрироваться, подтвердив номер телефона. Елена Чернявская, Константин Головин. События. За сутки в Самарской области зафиксировали 178 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе 380 тысяч 478 человек. Такие данные в четверг 21 апреля опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровело 185 человек. Всего с начала пандемии из больницы выписали 370 тысяч 344 пациента. В Самарской области продолжается вакцинация подростков от коронавирусной инфекции. В регион поставили новую партию вакцины GAM-COVID-VAC-M – 1300 доз. Их распределили в медицинские организации. Вакцина предназначена для профилактики COVID-19 у детей от 12 до 17 лет. На сегодняшний день в регионе привито первым компонентом 1822 ребенка, вторым – 1528. Сделать прививку можно в любой детской поликлинике, где имеется в наличии вакцина. Иммунизация проводится на добровольной основе по заявлению законных представителей. До 4 мая всем самарцам необходимо представить в налоговую декларацию о доходах, полученных в прошлом году. Если этого не сделать вовремя или просрочить уплату налогов, платить все равно придется. Но еще и с пения. Кто должен отчитаться перед налоговиками, расскажет Елена Чернявская. До 4 мая необходимо предоставить декларацию о доходах, полученных в прошлом году. Отчитаться необходимо, если гражданин продал недвижимость, получил дорогие подарки, не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. При этом теперь налогоплательщикам не нужно сдавать декларацию 3НДФЛ в случае продажи недвижимого имущества на сумму до 1 миллиона рублей или другого имущества до 250 тысяч рублей в год. Представить декларацию 3НДФЛ обязаны граждане, получившие доход от продажи движимого и недвижимого имущества, находившихся в их собственности менее минимального срока. Это 5 лет и 3 года соответственно для разных категорий имущества. Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты. Если же граждане хотят получить вычеты социальные, имущественные, у них срок не ограничивается. То есть они в течение года, в любое время могут эти декларации представлять. Срок уплаты налога НДФЛ для тех, у кого есть обязанность в представлении декларации в уплате налога 15 июля. Если же декларация не будет представлена вовремя, то налоговая инспекция сама исчисляет сумму налога и придется ее заплатить в любом случае. Только здесь добавится пенни и штраф. Мария Соловьева после покупки квартиры решила воспользоваться возможностью и подала декларацию. Я вот обратилась сдать налог в декларацию, а мне предложили оформить доступ в личный кабинет, чтобы в следующий раз электронно уже подавать декларацию и экономить свое время личное, не приезжать в налоговый орган. Я подала налог в декларацию и в ближайшее время будет возврат мне налоговый вычет оформлен. Я получу деньги и средства на свой личный счет. Форму 3 НДФЛ можно подать в налоговый орган по месту своего учета или в МФЦ. Удобнее и быстрее декларацию также можно заполнить онлайн в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц или через программу «Декларация». Она появится в тот же день в базе данных налоговой инспекции и начнется проверка. Также декларацию можно отправить по почте или предоставить лично. При этом физические лица, получающие доходы как самозанятые, не представляют декларацию и не обязаны отчитываться в рамках декларационной кампании. Елена Чернявская, Сергей Баскин. События. Далее коротко о других темах дня. В Самарской области построят новый водопровод. Его пустят в районе улицы Обувной. Он обеспечит чистой водой Новокубышевск, Южный город, а также часть населенных пунктов Волжского района. Всего больше 115 тысяч человек. Эта информация прозвучала на оперативном совещании под руководством вице-губернатора Виктора Кудряшова. Средства на проект выделят из резервного фонда регионального правительства. Цена на сахар-песок в России за предыдущую неделю снизилась на 0,34%. Падение зафиксировано впервые с марта прошлого года, следует из материалов Росстата. Как уточнило ведомство, в 46 регионах за указанный период цена на товар снизилась, в 6 регионах не изменилась, а в 33 выросла на 0,1%. Напомним, в феврале-марте на фоне зарубежных санкций россияне столкнулись с ажиотажным спросом на сахар, товар начал расти в цене. Продажи автомобилей «Ладо» упали более чем вдвое. Об этом стало известно из отчета за марта, опубликованного на сайте «Рено». За предыдущий месяц компании удалось реализовать 15 083 машины, в то время как за аналогичный период прошлого года было продано 35,5 тысяч автомобилей. В конце марта этого года компания «Рено» объявила о приостановке работы московского завода и производственной деятельности в России. Также сейчас там решают, что делать с долей в «Автовазе». Это 67 с лишним процентов. Электронные чеки вместо бумажных начнут получать покупатели магазинов Самарской области. Правда, пока это касается не всех торговых точек. Покупатели смогут воспользоваться этой возможностью в более чем 26 тысячах магазинов. Переход на электронные чеки вовсе не означает, что покупатели не смогут получить те же данные, но на бумажном носителе. Кассир обязательно выдаст распечатанный документ, если об этом попросит покупатель. Из плюсов перехода на электронный чек – снижение использования бумаги, а значит забота об экологии и невозможность потери чека. Электронные чеки будут приходить тем, у кого будет включена соответствующая функция в приложении магазина. Проживание в гостиницах в Сочи на майские праздники подорожало от 6 до 30% в зависимости от категории объекта размещения, сообщили представители туротрасли. Это объясняется перераспределением потока туристов. Спрос на отдых в Сочи вырос, так как это единственный морской курорт юга России, куда можно прилететь на самолете. Повысили цены отельеры Абхазии примерно на 20% по сравнению с прошлым годом. 21 апреля в России отмечают День местного самоуправления. Глава Самары Елена Лапушкина поздравила с этим праздником всех, кто неравнодушен к своему дому, кто не проходит мимо проблем и готов решать сложные вопросы совместными усилиями. Цитата. «Искренне благодарю всех, кто берет на себя помимо своей основной работы еще и общественные обязательства, возглавляет Советы МКД, является старшим по подъезду дому микрорайону. Всех, кто готов обучаться и развиваться, повышать свою правовую грамотность, проводить собрания жителей своего дома и передавать им новые знания, участвовать в проектах по благоустройству, создавая вокруг себя пространство, которое именно вы хотите видеть», написала глава города В Самарском районе наградили лучших старших по домам. Им вручили благодарственные письма и грамоты от администрации района и депутатов Губернской и Городской дум. О тех, кто с ответственностью относится к своим домам и к своему городу, репортаж нашей съемочной группы. Виктория Войнова возглавляет Совет своего дома на Максима Горького уже 9 лет. В работе ориентируется на главную цель, чтобы дом был образцовым и аккуратным, сохраняя статус одного из самых красивых домов города. Виктория знает всех жителей и всегда готова помочь в решении любых вопросов. Постоянно на связи с районной администрацией. За такую активную позицию ее и награждают благодарственным письмом от Самарской думы. «Я все время нахожусь в контакте с нашими гражданами. Вот, собственно, и все я, и, безусловно, в виде, как я переживаю и стараюсь для своего дома, они, конечно же, меня поддерживают, ну, по мере всех возможностей. Сейчас вот будет субботник, безусловно, все выйдут». Виктория не единственная награжденная. В день местного самоуправления, который учрежден в России с 2013 года, администрация Самарского района совместно с депутатами губернской и городской дум отмечают лучших старших по домам и председателей ТСЖ. Представители власти отмечают, что именно эти люди помогают городу и району развиваться и преображаться. Они контролируют исполнение федеральных и региональных проектов, а также помогают жителям своих домов эффективно решать различные вопросы. «Они сами выходят с инициативой, их не нужно заставлять, они сами приносят какие-то дизайн-проекты, идеи, которые мы раскладываем на вот эти вот действующие программы, смотрим, в какой программе их лучше применить и, соответственно, воплощаем вместе в жизнь. И они, конечно же, принимают участие и в контроле за реализацией, в приемке всех этих проектов, чтобы все получилось на территории района так, как они хотели изначально». Завершилось награждение праздничным концертом. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Награду на международном кинофоруме «Шеридарь» получила наша коллега. Инесса Панченко была отмечена специальным призом жюри за программу из цикла «Обернитесь, Елена прекрасная». В конкурсе принимали участие документальные фильмы на социальную тему. На суд жюри было представлено 175 работ. В каких интерьерах жили куйбышевцы, что рисовали дети и носили младенцы? Детская картинная галерея познакомила жителей и гостей города с целой эпохой прошлого столетия. Для посетителей открылась выставка про куйбышев с любовью. Малые залы особняка объединили одной художественной линией, представив этюды куйбышевских художников из коллекции Сергея Рудняева, графику Александра Любимова и снимки известного самарского фотографа Владимира Емица. Переместиться на некоторое время из 21-го столетия в 20-е удалось нашему корреспонденту Ольге Павловой. Про куйбышев с любовью это не просто картины, снимки и одежда, которую носили модницы 20-го столетия. Это огромная, интересная, атмосферная и, к сожалению, для некоторых уже ушедшая эпоха. Экспозиция начинается с работы с коллекции музея, детских рисунков 80-х годов, большая часть которых выполнена в изо студии при областном доме работников просвещения. В этих произведениях время узнается безошибочно. Здесь не только сюжеты и герои, среди которых пионеры октябрята, папы-геологи и первые учительницы. У работ своя особенная материальная ценность. Почти все из них нарисованы на оборотных сторонах чертежей и обоев самыми простыми красками, которые в то время удавалось приобрести. В этом же зале небольшой фрагмент интерьера с предметами быта и мебели, которые использовались в 60-х, 80-х годах 20-го века. Темы детства продолжают советские детские игрушки и педальные машинки из частной коллекции. Посетители в восторге. Это тот период, в то время, та эпоха, которая живет в моем сердце. Это мамины плакончики и бабушкины, которые были на полочках. Это чудные компленовые платья. Когда было возможно все. И поймать жар-птицу, и вырвать ее перо, исполнить любое желание, дотянуться до полочки с пудреницей. Это настолько было потрясающе интересно. Каминный зал представляет собой город и горожанок. На стенах куйбышевские фотографии из регионального госархива социально-политической истории. Вместе с этими кадрами в зале выставлены работы известного самарского фотохудожника Владимира Емица. На них можно увидеть личный взгляд и привязанности автора – стиляк, друзей и подружек в модных платьях «Нью-Лук». Но самое любимое сердцу, говорит фотограф, вот это – букет ромашек от Владимира Емица. Одна из первых его работ. У нее воздух есть, атмосфера. И какая-то вот такая теплота, какая-то сердечность, я не знаю. На снимках известные актрисы театра драмы, кондитеры шоколадной фабрики, очереди за квасом, что в советское время считалось привычным делом. В каждом кадре своя изюминка. Посетители с ностальгией вспоминают прошлое. К примеру, на этой фотографии председатель общественной палаты региона Виктор Сойфер узнал свою супругу, отметив, что тогда еще и не был с ней знаком. «Это был 61-й год, а мы познакомились в 63-й. Я смотрю на тот город и вижу в нем, конечно, уют, в общем, заботу о людях. Когда начали люди переезжать из бараков в новые дома, вот эти стройки, субботники там тут показаны. Все это было, было на моей памяти». В окружении фотографий, платья и аксессуары из коллекции Ольги Казак. 11 образцов, повседневные и ультрамодные, которые показывают, как менялись фасоны и ткани, и что предпочитали носить модницы. В одном из малых залов более 40 графических листов блестящего художника-графика Александра Любимова. Часть выставки – это живописи с коллекцией Сергея Рудняева. Этюды 50-х, 80-х годов, преимущественно лирические пейзажи. Художники представлены в этом зале свет Куйбышевской школы живописи. Геннадий Филатов, Марк Петров, Иван Комиссаров, Николай Шейн и многие другие. Коллекционер Сергей Рудняев отмечает, что изюминка этой выставки «Любовь к городу». Сначала идет любовь, а уже потом изучаешь, а почему я вот это люблю, вот это, почему я люблю, за что я люблю наш город, наш Самару, наш Куйбышев, наш опять Самара. Только за то, что он непредсказуемый, красивый, но одним словом любимый. Ведь когда человек любишь, не пытаешься его по частям разбирать. Вот это люблю, это не люблю. Люблю и все. Для тех, кому интересен процесс оптической печати, в подвале музея оборудована «Красная комната». Здесь рассказывают и показывают, как в советское время до появления цифровых технологий делались фотографии. В будущем этом зале можно будет увидеть фототехнику второй половины 20 века. Ольга Павлова, Константин Головин. События. Эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС». Обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Возле Самарского стадиона временно ограничат движение транспорта. Об этом пишет телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». В связи с проведением мероприятий по велоспорту 22 апреля, 23 апреля, 5 мая и 21 июля с 8 до 16 часов будет ограничено движение транспорта на улице Арена 2018 от проезда номер 8 до поворота на проезд ведущей к улице Малой Сорокин хутор. На улице Дальней от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров нельзя будет передвигаться и по проезду номер 2. Также на этих участках 22 апреля, 23 апреля, 5 мая и 21 июля с полуночи до 16 часов будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств. Продолжается голосование за выбор общественных пространств, которые будут благоустраиваться по федеральному проекту формирования комфортной городской среды в следующем году. Ознакомиться с паспортом каждого проекта, выставленного на голосование, можно в номере Самарской газеты и у них на сайте, а также проекты благоустройства размещены и в самой системе голосования. Заглядывайте на сайт, приглашает руководитель пресс-службы мэрии Самары Елена Рыжкова. Телеграм-канал администрации Кировского района информирует, что 22 апреля в концертном зале Дома культуры Заря пройдет традиционный фестиваль национальных культур, когда мои друзья со мной. В нем примут участие более 100 человек, представители национальных диаспор, проживающих на территории Самары в программе песни, танца, инструментальные произведения. Администрация Красноглинского района в своем телеграм-канале предлагает подписчикам делиться в комментариях интересными рецептами куличей. Ведь 24 апреля православные верующие отметят один из важнейших христианских праздников – Пасху. Как известно, основными символами праздничного стола в этот день являются кулич, творожная Пасха и крашеные яйца. На этом наш выпуск завершен. Продолжайте читать наши новости на официальном сайте Самара ГИС, на страничках в Одноклассниках и во Вконтакте. О выпуске новостей смотрите на платформе Рутюб. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова